В лицее номер два провели родительский общественный контроль организации питания. Проверить качество завтраков и обедов в школе может любой родитель, чей ребенок учится в этом учебном заведении. На встрече обсудили важность правильного и сбалансированного питания, как в школе, так и дома. Для примера, когда проводим какие-то мероприятия общегородские, приходят у нас дети и летом, и осенью, когда бы мы их не проводили, и зимой. Вот порой они стоят на каком-то праздничном митинге или еще где-то, и вдруг начинают падать поморок. А знаете почему? Ну, быстренько ребенка подхватываем, спрашиваем, ты чего, тебе плохо, что у тебя, может быть, ты болеешь чем-то. Я не поел сегодня. Если родитель хочет проконтролировать питание ребенка в образовательном учреждении, достаточно через электронный журнал подать заявку. Прийти в школу и не только продегустировать блюда, но и получить ответы на все вопросы. Как организовывается раздача питания, как формируется меню, какие блюда в меню включаются, по каким показаниям. Что это соответствует возрасту, физиологическому развитию детей, что это организовано в соответствии с 10-дневным меню, которое утверждено Роспотребнадзором. И, соответственно, приготовление пищи для детей организовывается по технологическим картам, которые точно так же Роспотребнадзором утверждены. В столовой лицея знают о том, что любят дети. Они регулярно делают опросы и составляют школьное меню с учетом вкусовых предпочтений учеников. Макароны, куриные котлеты, это у нас просто, как они пишут сейчас модное слово, топ. То есть у нас все листочки были макароны топ, пельмени топ. Потом, что мы выпечку очень любим, тоже детишки очень любят, то есть побольше просят выпечки. Родители с удовольствием попробовали первое, второе, третье и компот. Оценили легкий рыбный суп, макароны с мясом и напиток из сухофруктов. У меня двое детей. Один лучшеклассник из третьего класса, другой из шестого, Б класса. Как бы кушают, им все нравится. Мои дети приучены первому, второму, третьему. Поэтому очень нравится. Я в целом сюда уже прихожу не первый раз. Понимаю, что здесь прекрасно. Еда, конечно, хорошая. Все понравилось. Такие встречи в школах и лицеях проводятся на регулярной основе. Уже не первый год. Стоит отметить, что наш городской округ стал первым муниципалитетом, где подобный формат запущен и в детских садах. Никого не уважаем.